Акция «Выходные с ветераном», организованная Краснодарским отделением Молодой Гвардии, приурочена к юбилею Победы и проводится не только до 9 мая включительно, а в течение всего года. Каждую неделю активисты выезжают к ветеранам, помогают по дому, общаются, в этом часто нуждаются пожилые. Молодых людей в семье участника Великой Отечественной Георгия Прокопенко ждали. В 1942 году он ушел на фронт. В 1943-м был тяжело ранен. Он награжден Орденом Отечественной Войны юбилейными медалями. В прошлом году Георгий Федорович отметил 95-летие. Активисты пошли за честь общаться с таким человеком и помогать ему. На самом деле это для меня очень важно, потому что то, что мы даем нашим ветеранам, какую-то помощь, это просто меньшее, что мы можем сделать по сравнению с тем, что они сделали для нас. Я рада, что я участвую в этой акции, потому что помощь ветеранам, это я считаю, правильно, потому что их нужно всегда помнить, не забывать. У нас в школе тоже, когда проходят разные акции, когда мы ходим, мы поздравляем ветеранов тоже, мы им помогаем по дому, тоже общаемся как-то с ними, покупаем продукты. Сейчас ветеранов осталось не очень много, но я надеюсь, что память будет всегда. Много работы в этот раз молодым людям не досталось. В чистом ухоженном дворе Читы Прокопенко надо было разве что метлой немного поработать, да пару грядок вскопать. Хотя любая помощь пожилым людям приятна. Молодцы, умные ребята. Всем держать, ребятам на них равнение. Пусть ребята учатся хорошо, в будущем специальности мяч хорошую, в жизни добиться хороших результатов. 70 лет живут вместе в браке Георгий Федорович и Лидия Михайловна. Воспитали троих детей и шестерых внуков. А помощники из молодой гвардии, возможно, чем-то напоминают им правнуков. Их у Георгия Федоровича и Лидии Михайловны восемь. Ребята большие молодцы. Спасибо, что они приехали, помогли нам. Не забывают, что нам нужна помощь. Пожилым людям всегда нужна помощь, и их нужно всегда-всегда уважать. Все время живем и все время трудимся. Ну а теперь спасибо, что помогают другим. Так и должно быть. Помощь ближнему, нуждающемуся в ней – норма для цивилизованного общества, а тому, кто спас страну вдвойне. Виталий Молчанов, Андрей Токмаков, Юлия Дейнега, телекомпания «Краснодар».